всем привет на связи канал уже не доктор и сегодня у нас будет первое видео первый отчет посвященный результативности бесполезного токена если помните то мы с вами создавали этот бесполезный токен чуть больше месяца назад сначала он был создан в качестве эксперимента его курс гулял там просто с диапазоне сотни иксов и в итоге я принял решение без всяких обязательств без ничего но чтобы снять себя всякую ответственность на небольшую сумму реализовать этот токен с со своей стороны работая реализованными средствами и по собственному смотрению на полученную прибыль отправлять эти деньги для выкупа этого токена и последующего его сжигания вот сегодня будет у нас первый отчет коснемся и криптовалют и вы примерно поймете и мою личную тактику как я сейчас действую и тактику worthless токена до фонда такого своеобразного потому что там я действую еще более консервативно еще более осторожно и все сегодня будем с вами рассматривать поэтому будет интересно и тем у кого есть worthless токены тем у кого его нет вот так что приятного просмотра давайте я напомню значит закончился у нас сейл 1 февраля то есть чуть больше 30 дней назад и сожжено вообще все 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 токены которые изначальных было 2 миллиона 100 тысяч штук на текущий момент есть всего лишь три тысячи 56 токенов все они находятся на руках у пользователей и всего тогда было собрано 51 тысяча 30 долларов но так как токенов на руках было чуть больше я еще своего кармана добавил средства чтобы все-таки обеспечение токена ну было именно полным как должно быть потому что продавался он по 17 долларов и одному центу если они не изменяют память вот мы распределили тогда часть средств в одном направлении сейчас другом направлении сейчас будем смотреть значит первое да куда распределяли это на алгоритмические стратегии под управление эндотека на биржу binance по api ключам это 20 тысяч долларов комиссия составляла одну тысячу долларов за подключение того чистыми вложения 21 тысячу долларов здесь уже был профит чуть больше было как раз таки вот отыграли ту комиссию но сейчас он немножко съелся то с чистыми сюда в торги пошло 20 тысяч долларов но сейчас здесь по факту 20 316 все потому что алгоритмы почему-то решили перевернуться в лонг хотя полностью сидели все это время в usdt но какой-то момент приобрели bitcoin и эфир и сейчас на балансе 1870 usdt чуть больше трех эфиров и чуть больше 21 сотой биткоина то есть я это это исключительно работал алгоритмов моей работы здесь вообще нет хочу также отметить что аккаунт находится в безопасности то есть он не за не зарегистрирован на российские документы на граждане на российской федерации ничего такого нет поэтому угроза блокировки данному аккаунту ну риск такой всегда есть независимо от того в какой вы стране находитесь но даже с этой стороны тоже риска никакого нет хотя чен пенжао недавно заявлял что он не будет блокировать аккаунты россиян и я считаю что это правильно потому что обычные люди но они конечно в ответе за то что происходит в их стране в какой-то степени но я думаю зная изнутри ситуацию в россии я думаю что не то чтобы прям совсем в ответе до такой степени вот поэтому все может быть на самом деле поэтому риск какой существует но мы от него по крайней мере хоть как-то здесь защищены то здесь мы видим практически никаких изменений есть небольшой плюс 300 долларов и эта длинная позиция можно сказать хеджирует основную позицию по другим направлением хочу напомнить что из этой всей суммы 10000 долларов направлены на выкуп ликвидности обратно да то есть по ценнику 10 долларов то есть 1000 токенов готовы обратно выкупить по этой цене здесь кстати было больше ордеров но биржа waves снимает ордера после месяца то есть нельзя оставить ордер на бессрочное количество то здесь просто видимость сегодня или вчера там на днях видимо снялись все ордера и те же самые на 10 долларов по 10 долларов на 10 тысяч на 1000 токенов тоже этот ордер был снят я его только что снова поставил поэтому не пугайтесь если вы увидите там в какой-то период что нет вообще ордеров на покупку просто видимо waves ликвидировал эти ордера лимитные и просто нужно поставить новые поэтому если даже такое случится то без паники на будущее чтобы вы понимали и чтобы вы понимали если выставили ордер на продажу или на покупку то вы должны его перепроверять потому что раз в месяц он будет у вас сниматься вот это у нас то что здесь есть на покупочку я думаю сейчас еще тоже люди будут выставлять ордера на покупку плюс мы с вами можем посмотреть на историю того как в принципе двигалась цена токена давайте на логарифмической шкале вот уже пользуясь случаем вот запустился он с цены в 1 доллар затем в какой-то период времени достигал 59 долларов здесь были колебания в достаточно широком диапазоне самом начале и вот в принципе период где-то здесь не знаю где тут начался вот наверное вода вот вот по сути период когда начался токен сейл вот здесь на 6 февраля судя по графику вот он завершился там в течение двух недель даже меньше там за 10 дней в итоге цена даже в какой-то момент дорастал от 30 долларов и сейчас вот кто-то какое-то количество аж 42 токена кому-то видимо на панике из-за того что увидел что ордеров на покупку нет по 11 долларов слив паника ребята дело плохое вот я понимаю что есть всегда ждешь подвоха что где-то кто-то кого-то кинет но я вам могу просто пообещать что я никого не собираюсь кидать я никогда никого не кидаю и здесь не собираюсь начинать этого делать поэтому не паникуйте если у вас весь вы увидите что ордеров на покупку нет просто люди которые хотели купить у них видимо тоже лимитники все поснимали я думаю сейчас обратно поставят кто захочет купить вот поэтому к сожалению мы видим одну паническую атаку по 11 долларов вот и я хочу напомнить что если у нас будет выкупаться токены за вот этот вот за ликвидный баланс до за ликвидность вот эти токены тут же будут сжигаться да и соответственно так они будут выкупаться в данном случае по цене более дешевой нежели была на сейле то получится что оставшиеся токены на руках у людей на них будет распределен больший финансовом плане резерв да то есть себестоимость их токенов оставшихся будет дороже если мы с вами получим ощутимую прибыль с инвестиций то какую-то часть я буду смотреть по ситуации естественно не все да нужно будет работать средствами но какую-то часть допустим если я буду понимать что пора зафиксировать какую-то прибыль когда мы ее будем фиксировать эту прибыль я буду направлять на выкуп токена и он тоже будет сжигаться соответственно токенов может быть становиться только меньше больше их стать на текущем этапе не может вот то есть такой механизм кто забыл напоминаю так то есть у нас есть вот здесь 10 тысяч долларов у нас здесь есть 20 тысяч 316 долларов все остальные средства там в размере 26 тысяч 85 долларов остались на инвестиции на мое усмотрение значит практически все они остались в наличии лежат в долларах потому как я считаю что текущая ситуация на криптовалютном рынке да вообще на финансовых рынках в принципе не соответствует тому чтобы сейчас начинать полномасштабные инвестиции то есть я выжидаю удобный момент высматривают и сейчас на мой взгляд очень рискованно эти деньги инвестировать крайне призрачная мне видится ситуация при которой от текущих значений да то есть мы закончили сейл где когда там где-то в середине февраля или в каких там чисел числах если мы посмотрим там допустим на bitcoin то как раз в тех числах до февраль то есть bitcoin стоил примерно столько же до сколько и сейчас и что тогда мне казалось что призрачная возможность для инвестиций для роста биткоина для обновления максимум до сделать хоть что-то что сейчас я считаю что это очень маловероятно и инвестиции сейчас больше будет похоже на везение нежели на какую-то систему для того чтобы приумножить средства которые есть поэтому не bitcoin не тем более альткоины я не приобретал и практически весь баланс так и остался в юсдт он находится на моем другом биржевом аккаунте и ждет своего часа для того чтобы найти удачную удачный момент для входа в сделку до в какую-то более долгосрочную чтобы получить прибыль единственное что было приобретено это на 500 долларов была приобретена одна криптовалют на криптовалюта которая сейчас на текущий момент не очень популярна не очень известна но у нее есть очень большой потенциал я ее приобрел пока что всего лишь на 500 долларов по причине того что считаю что она может быть еще существенно дешевле после того как я ее приобрел она вырастала в цене практически в три раза на ажиотаже но сейчас обратно снизилась примерно к тем же даже чуть ниже примерно процентов на 5 на 10 чем те значения которые по которым я приобретал поэтому там из тех 500 долларов по факту осталось это 450 долларов то есть это 50 долларов убытка вот большую часть средств я пока никуда не инвестировал стоят лимитные ордера на откуп вот это вот монеты я не буду говорить какая потому что ликвидность очень маленькая предложение невероятно маленькая сейчас происходит распределение оставшись еще несколько месяцев будут распределяться людям токены которые они покупали еще на ранних сейлах еще четыре года назад даже больше четыре с половиной года назад естественно люди старая стараются избавиться от монеты которая портила им жизнь заставляя их ждать денег почти пять лет ну то есть на мой взгляд это конечно неразумно но ценник по которому предлагается данная криптовалюта уже в примерно в три-четыре раза меньше чем предлагался людям пять лет назад да это по отношению к долларам вот по отношению к эфирам где-то раз в восемь в десять да за которая не продавалась этом эта монета если брать публичный сейл который проходил два года назад то ценник сейчас дешевле примерно раз в пятнадцать в долларом отношении и по отношению к битку и к эфиру где-то раз в пятьдесят а то и в сто раз то есть монета категорически просто на на грани краха да то есть на грани скама но я вижу что за эти пять лет все таки администрация проекта и о нем говорят и говорят публично сми и есть крупнейшие просто партнерство там не буду можно и google в партнерах и amazon и microsoft и федеральная резервная система то есть очень очень крупные партнерства и там национальный банк китая сотрудничает с этим проектом то есть на мой взгляд он крайне недооценен крайне недооценен конечно там могут быть всякие подводные камни именно поэтому я не инвестирую и не не покупаю сейчас на крупный процент вот тех денег которые сегодня есть но это та монета которая в потенциале может дать сотню иксов то есть даже проинвестированные 500 долларов могут буквально купить вообще всю кассу которая сегодня есть у бесполезного токена я собираюсь еще приобрести постараться по цене хотя бы процентов на 30 ниже чем покупал первоначальный транш но уже на более крупную сумму там на тысячу или или на полторы тысячи долларов но опять же далеко не на все средства потому что такая инвестиция она крайне рискованно но в потенциале имеет огромные перспективы да поэтому я вот если у меня есть понимание что ей такой проект может выстрелить там дать сто или даже тысячу иксов то конечно я в него инвестирую больше таких подобных проектов на текущий момент пока что мне неизвестно если я буду о них узнавать я тоже туда буду инвестировать средства одно конечно основные инвестиции на текущий момент у меня если они будут направлены то есть те средства которые есть наличие то это в инвестиции в первую очередь bitcoin но как мне видится инвестиции эти будут достаточно краткосрочные и рисковые с учетом возможной глобальной медвежки которая нас с вами будет чуть чуть попозже ждать там более крупные потому что я не ожидаю уже более такой серьезной бычки я не ожидаю прямо которая продлилась бы там несколько лет да то есть она будет там полгода максимум вот поэтому после кого-то финального импульса роста который ожидаю на рынке криптовалют в биткоине в частности а потом может быть какой-то мини альткоин сезон то конечно и в альткоины будем вкладываться это будет рисково и уже на каких-то тех этапах конечно наверное придется вводить торговлю на марже или на маржинальную торговлю или фьючерсную торговлю я говорю что этого делать не буду но судя из того что происходит сегодня в мире и с точки зрения волнового принципа нас с вами ждет чрезвычайно долгий медвежий рынок и заработать там можно только при одном случае при занятии коротких позиций вещь это достаточно сложная поэтому я если и буду на короткие позиции выделять в будущем да то есть это не сейчас в будущем на занятие коротких позиций за счет средств возрастоке на то конечно это будут какие-то незначительные суммы небольшие до чтобы не подвергать фонд какому-то большому риску то есть самое главное конечно в данной ситуации которая сейчас надвигается во всем мире это даже хотя бы не потерять капитал до вас постараться сохранить то есть речи то есть заработать на втором плане но вообще заработать всегда в тром плане если научишься не терять то ты будешь зарабатывать в любом случае вот но здесь вот сейчас как раз задача стоит не просрать вот простыми словами вот поэтому конечно я буду со своей стороны стараться даже на медвежьем рынке увеличить баланс бесполезного токена посмотрим что из этого получится получится у меня это сделать не получится во всяком случае я буду относиться к этим деньгам крайне осторожно да то есть чтобы все-таки выйти из этой ситуации победителем и доказать себе и в первую очередь себе а уже затем окружающим что в принципе я созрел для уже официального запуска какого-то крупномасштабного фонда то есть легального естественно никакого там самодеятельности да там серой зоны у меня есть возможности есть связи есть финансы и все есть для того чтобы организовать абсолютно законный легальный именно взрослый фонд вот и но его я буду делать только в случае если у нас если у меня все получится с бесполезным токеном то есть задача конечно его привести гораздо большим значением по его цене чем он продавался на первоначально да то есть первоначально по 17 долларов то есть задача все-таки отправить его на луну какое количество времени для этого понадобится сейчас сложно сказать судя из приближающейся медвежки конечно может это все дело то есть это вопрос ни одного месяца ни одно это мне не не квартала даже это вопрос год и больше да вот но я все равно ежемесячно буду проводить вот такие вот записи где буду рассказывать вам о том что я делаю с этими деньгами чего не делаю и какие дела у бесполезного токена в общем-то такие такой вот выпуск желаю всем жирного профита и мирного неба над головой всем пока и удачи